Как говорят, вон Кокер Да, пошло туда, смотрим Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, как вас там? У вас там сколько? Час 46 по Москве, да? Да Кажется Это вроде этого, не, наверное, 12.46 Ну сейчас, ладно Коннектится в чат, мы сидим Коннектится в чат, да, как там нас видно, слышно, расскажите Привет Привет, ребята Здравствуйте, здравствуйте Кислые лица, да Я бы сказал, даже прокисшие А что, у вас там не так поздно, что ли, еще? 12 у них, 23 Да, 23, ну ладно 23.46 Окей, хорошо Я не получил свитрол на стенде Биттеста Вместо этого я Разорвал Этот купончик На свитрол на несколько частей И делал из них фильтры Для папирос Курить вредно Андрей, расскажите Вот сейчас мне Андрей Анатольевич задавал загадку Загадал Ну не говори, я бы то, что в твиттере объявил Там люди сражаются за эмблему Хорошо, тогда давай здесь тоже Давайте Друзья, вот Угадайте, пожалуйста, игру К которой, к стенду которой На поиграть именно А не на то, что там пособирать лут или прочее Что-то какую-то ебаторию Какой игре самая длинная очередь здесь Я могу сразу сказать, что Эта игра не очевидна Это не FIFA Это не FIFA и не очевидна И не колда, и не Fortnite даже Вот, поэтому можете тут порассуждать А я вам скажу, был ли в чате правильный ответ или нет Хорошо Я не угадал Я даже угадывать не стал сразу Сдался, ребят, если вы не держите такие игры в голове Поверьте мне, вы не угадаете Нет Не та ситуация Нет, не Команг Нет, просто тут надо сказать, что яд здесь фрагментарно присутствует Ее здесь нету, только FIFA я видел на самом деле Какие-то вещи типа Киберпанка показывают только за закрытыми дверями То есть это игра, которая скоро выходит И к которой уже можно поиграть именно А не посмотреть там, не значит и так далее Угадал, угадал Аааа Угазал Возможно, возможно Где она, вот Вон она Чуй Да все, все Короче, один угадал, да Молодцы Короче, что сказать Е3 подходит к концу Сегодня последний день Последний день, да Был я на стенде Nintendo Ну и что ты расскажи Мне теннис очень понравился Я уже забыл, как он называется Ну что-то это Mario Tennis Mario Tennis, хорошо Наверное, Mario Tennis Короче, теннис прикольный Overcooked прикольный Два Я не играл в первую часть Я вот сегодня для меня это было абсолютно знакомство А так купить сейчас на свече Можем Давай вечером будем играть Давай вечером с тобой встретимся А на уезд, но ты на свече интересный И подкастик запишем Я сегодня посмотрел некоторые Мы сегодня к 7 поедем, кстати, к этим двум Мажорам Возможно Записываться А может и нет Ну да, да Короче, я сегодня посмотрел почти все от Sony В открытом доступе у них там все стоит Мне понравился и Человек-паук Он такой, в общем, Бэтмен на стероидах На скоростях Бегаешь по городу Все красиво Как, в общем-то, практически вот в этих Всех трехмерных Человек-пауках Пауках Но при этом, вот что действительно и отличает Это вот такой Sony продакшн То есть там видно, что навалили бабла на все И, ну, прям верят, надеются И ждут И ждут прям вообще со всей силы Мне очень понравилась колда Серьезно? Серьезно Мне тоже понравилось Я вчера об этом рассказывал Ну, ты в нее как долго поиграл? Я в нее поиграл, наверное, ну, несколько матчей Окей Там новый режим показывали В котором ты должен Там, типа, на каждую команду дается Ты играл в нее На каждую команду дается по 25 смертей Жизнь в жизни, в смысле Да, и ты должен захватить точки Одна команда защищает, другая атакует Те, кто атакует, должен за эти 25 жизней, типа, эти точки забрать А те, кто защищает, наоборот, их не отдать Мне понравилось другое, на самом деле Мне понравилось то, что теперь нет никакого восстановления автоматической жизни Теперь жизни не 100, а 150 Да, да, да Теперь, типа, надо обязательно лечиться Мануально Да, у тебя лечилка, типа, бесконечная Но у нее есть кулдаун Кулдаун, да И тебе надо забежать, короче, за угол То есть у тебя теперь отдельный момент подлечиться Да, и круто то, что из-за того, что у тебя стало больше действий Тебе не надо сидеть там Дробовик бешеный Ну, ты что-то не понимаешь Это каждый кулдит Это важно Я понимаю Нет, там самое крутое, что ты теперь очень часто делаешь какие-то вещи Не просто сидишь где-то, пока у тебя становится здоровье Ты на себя нажимаешь, потом побежал Потом перезарядил, потом еще побежал Больше тактики Да, больше тактики, больше действий и больше динамики Нет такого, что, типа, ой, я сейчас посижу в комнате Постою там и так далее Все будет Круто Колда хорошая Вы же не там делали в этом видео, а? Господи Я посмотрел миллион уже, восемь, видеоуроков Играть с крытомиром пауке или все это далеко особо не Не, ну там он такой довольно большой Нью-Йорк Я думаю, что вам хватит этого Там не то, чтобы очень много чего можно делать Он скорее создан для того, чтобы вот эти полеты были Что ты вот это вот, как на паутине туда-сюда летал Там, на самом деле, довольно странный открытый мир Потому что если ты вниз на тротуар, значит, прыгаешь И к тебе люди, значит, начинают ходить такие Или просто стоять напротив тебя и смотреть на тебя Ну, то есть, там нет какой-то там жизни, как у Рокстара Там, какого-нибудь и так далее Просто такая декорация большая, большой уровень Угу, ну, то есть, это не Batman Arkham City Сколько аптечка, я не помню, сколько аптечка Типа, по-моему, там что-то 75 хп, а на половину фигачек У нее кулдаун что-то секунд 10, что-то такое Ну, по ощущению По ощущению Я точно не могу сказать Ну, и к тому же, это вполне может быть Может еще измениться Может Эти показатели, потому что это вот, как бы Выставочная версия А до выхода игры еще сколько-то? Четыре месяца? Пять Поэтому они могут еще что-то переделать Учитывая, что еще впереди Battle Royale С Дракмана мне... Нет, с Усимой я не дошел до них Там тоже большая, на самом деле, очередь Там был Days Gone, в которой я как-то даже что-то... Да что-то как-то вообще фуфлежуйство какое-то Я посмотрел геймплей Days Gone И такой, че реально... Ну, в целом, было понятно, что будет вот это Да, мне не очень понравилось Я еще посмотрел Skull and Bones Вот, пиратская игра Да, ну, короче, это такая... Это такие... Как они называются? Sea of Thieves Только вот от Ubisoft Да Без вот этого вот рейеровского геймплея Что сам пойди принеси, карты нет И должен посмотреть То есть там все, типа, автоматизировано Огромное количество людей на палубе И какие-то очень простые, типа, действия Ну, тебя, например, не заставляют Там микроменеджмент какой-то делать Но выглядит симпатично Выглядит симпатично Я думаю, что люди, которым нравятся пираты И вообще вот эта пиратская стилистика Учитывая, как это уже третья, что ли, игра получается Sea of Thieves, Skull and Bones Какая-то третья была еще Про пиратов Недавно? Скоро вышла или скоро выйдет? Ну, короче Вот, я думаю, что понравится Понравится Андрей, как ваше здоровье? Все нормально, отлично, спасибо Потолок фудкорт в охотке Не, мы на самом деле в пресс-зоне Она выглядит вот так Все очень скромно и тихо Здесь вот в тишине сидят работают журналисты Которым надо срочно там что-то писать Очень много людей отсюда даже не выходит Там все дни Может быть, меняются просто Что такое Days Gone? Стоит у DK на дорогой? Нет Days Gone, это, кстати, может быть и да Ну, это как бы сингловая игра С открытым миром Стоит у DK тоже сингловой игрой Первая Ну, слушай, там все-таки есть У тебя какой-то менеджмент Там вот этих поселков И прочее, прочее А здесь это абсолютно сингловая В Sony формате игра Просто Она как-то очень странно выглядит Там какие-то скучные задания Там Не знаю Я, например, вот посмотрел Под демку Играли люди Я не видел ни одной схватки Вот с зомби Вот эту массовую То есть это такая просто Adventure игра Возможно, они там что-то еще Дождь, а были же трейлеры Где он там бежит А там целая толпа за ними Я не знаю Я не знаю Мне кажется, что вообще Здесь гон какая-то очень странная Обманульность опять, да? Что там PES Нормальный PES Абсолютно И FIFA нормальная, кстати Там Как обычно в ежегодном формате Как, собственно, с колдой Есть определенные изменения Но так, чтобы драматически Нет FIFA, кстати, показывает режим Лиги Чемпионов Там уже со всеми атрибутами С гимнами Там совершенно новое интро, например Как люди выходят там Из потребуемого помещения Этого не было Ну, в общем, симпатично выглядит Там есть некоторые геймплейные штуки Изменения Но это я потом расскажу Как-нибудь Не так, чтобы очень важно Как так? Нет, FIFA там самая клевая штука Что очень добавили много анимаций И теперь, условно говоря Какие-нибудь крутые футболисты Типа Неймара Могут Он Неймар или Неймар? Неймар Наверное Могут теперь, условно говоря Давать пасы В каких-то очень сложных ситуациях Там Выворачивая голеностоп Или там Принимая мяч какой-нибудь Там Вот как Неймар любит Принимать мяч Знаешь Летит какая-нибудь свеча Он так раз Подпрыгивает И пяточку Раз-раз Свеча горела Теперь у крутых футболистов Есть вот такие микро-моменты И прям прикольно Расскажи про Battlefield А что про Battlefield? Ну как вам Battlefield? Он спрашивает Мы в подкасте, на самом деле Говорили уже про Battlefield Да, послушайте Battlefield Он такой же Да, он чуть лучше Чуть другой Такой же красивый С новой физикой С другими немножко режимами С чуть-чуть другим геймплеем Потому что там Можно теперь восстанавливать Части декораций Перевозить технику И так далее Но это сделано В году Battle Royale Стиле Но в целом Ощущение Вот как от новой колды Да, ее немножко Перебалансили Пересобрали И чуть-чуть Переделали Но ощущение Что ты играешь Как бы в Call of Duty Ничего Ничего Не изменилось Кардинально Ты видел? Не У меня получилось Я наконец-то сделал Освоил Блин, это было Очень непросто Ребята Если вы Собираетесь Перейти на самокрутки Подумайте Перед тем Как покупать Просто бумагу И не покупать Специальную машину Ну вообще Идеально Просто Идеально Смотрите Идеальный конус Вот это вот искусство Это не конус Сейчас я Сейчас я его наполню Будет конус Такой конус Как наполню Такой конус Пока цилиндр Играли ли в Rage 2? Я играл в Rage 2 Опять же в подкасте В Just Cause 4 Я не играл Я вообще не люблю Just Cause Rage 2 действительно Да Про это уже рассказали В подкасте Который вышел Пару дней назад Сегодня я надеюсь Выпустить новый Я забил на самом деле Болт на некоторые Показы Потому что И так все понятно Некоторые там Типа Мне не так обязательно Это все смотреть Я не такой большой фанат Например Hitman И там сейчас Отдают слот Мой Другому Человеку Я всех предупредил Вот сейчас пойду Наверное В наш Safe House И буду Лежать 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 И монтировать Да Но сначала Нет Я здесь Здесь Я делать не буду Не надо Не надо Я подготовлю Другую вещь Так Че у нас еще Ко мне подошел Чувак И говорит Че Пацаны PC игры Освещаете Я говорю Ну типа Так Не очень А че Где Дисгэст Что за херня Я говорю Ну в общем Бла-бла-бла Он говорит У меня супер мышь Супер мышь Вот такая вот Какая-то Впервые в мире Какая-то мышь Специально Right above touch Что Right above touch А при этом Аббревиатура RBT Хотя на самом деле Ну она должна быть Red Видимо не очень Короче какая-то Странная форма мышь Вот И я сделаю С этим следующим Продолжение Банкета Resident Evil 2 Нет Не играли Но смотрели На самом деле Вчера уже В кроватке И там Все очень здорово На самом деле Мне кажется Что вот Очень много игр Не только Resident Evil Заслуживает того Чтобы на них Тратили прям Полноценную Ну как на полноценную Игру С нуля Потому что По факту Resident Evil 2 Это не Это не HD Remake Это вообще взяли И просто все По старому Знаете По старому плану Новыми средствами На новых стройматериалах Как бы все это сделали Ну вот И огромное количество Игр заслуживает Такой как бы Preservation Для того Чтобы будущие поколения Могли с комфортом Не только Техническим Таким как Обратная совместимость Но и Визуальным комфортом Во все это играть Так что Так что Так что В общем Да Я бы Я бы хотел увидеть В таком же Стиле Переделанный Например Не знаю Что-то Твои любимые Silent Hill Я бы хотел А Silent Hill А Silent Hill же Переделывали Но вот как раз Делали плохо Но первый Да Доброго времени суток Доброго времени У нас 14 часов дня У вас я так понимаю Стукнула полностью Второй режим хороший Прямо видно Но с другой стороны Информации Стало так много И тут По всей Е3 Несколько Больших Сцен На которых Выступают Разработчики Показывая Свои игры Причем они делают Это настолько подробно Общаются с комьюнити Ну там ведущие И с комьюнити В том числе Но условно говоря Каждая презентация Идет там полчаса 45 минут Иногда час Это большой И на самом деле Вот за исключением Некоторых игр Типа там Сайберпанка Которую никто не видел Любой человек Из любой точки мира Может сейчас В принципе На все посмотреть В каком смысле Никто не видел Ты не что Никто не играл Его нету В общественном доступе Этой демке Окей А вот все остальные Демки Которые Типа А как резиденты Вы сами можете Посмотреть Чуваки Там на ютюбе Все это 20 минут Кеймплея И ты уже реально Понимаешь Как это будет играться Киберпанк показывали Кстати да Я в итоге Я же сегодня утром Тоже включал стрим И говорю Вот ребята Мол туда-сюда Сейчас поеду Встречаться С Питом Хайнсом Я встретился С Питом Хайнсом У нас было 20 минут на интервью Что он сказал Вы услышите его Тезисы в подкасте Мы его туда вставим Но не в ближайшем А в следующем Потому что нужно Время на расшифровку Я частично перебегая Там стоя на эскалат Где-то значит В телефоне Это расшифровывал И кстати говоря Только сейчас Обратите внимание Что в айфоне Невозможно Одновременно И писать в заметках И слушать аудиозаписи Из диктофона Это вообще что такое Андрей Это как недоработка Недоработка Я считаю Что в вальсе 3.2 Да-да-да Упустили Этот важнейший момент Так Вот поэтому Короче Его надо расшифровать Мы с ним поговорили Про фоллаут Мы с ним поговорили Про старый фоллаут Про аудиторию Которая хочет Изометрический фоллаут Всю жизнь Про Разные подходы Задал ему Кстати говоря Вопрос Который меня Довольно долго Волновал Насколько Глубоко В студии Друг с другом Взаимодействуют Именно в рамках Общей структуры Бетест Ну и Занимакс И так далее То есть например Почему бы Не отдать стрельбу Фоллаут Просто Машин геймс Делает Всю стрельбу Фоллаут А Бетест Делает Весь ролеплей Ну типа там Туды-сюды Вот об этом Поговорили В общем Он довольно интересный Чел За исключением того Что он не видел На выставке Ни хера В отличие от нас Потому что он Три дня подряд Он просто сидит Дает интервью И дает интервью У него каждые 20 минут Кто-то приходит Задавать ему вопросы И там Первую часть времени Он репетировал Потом он выступал А теперь он дает интервью И он вообще Я говорю Ничего не хочу Я хочу домой попасть Но некоторые игры Меня конечно Очень интригуют Я говорю Какие Ну говорю Киберпанк Вот Ну в общем Киберпанк Всех заинтриговал И я думаю Что заслуженно Абсолютно Потому что Блин Очень крутой Ты видел В твиттере Мне официальный Твиттер аккаунт Сиберпанк 2077 По русски Ответил Значит что Типа Был какой-то Твиттер О том Что Фотка Кодзима И чуваков Из CD Projekt И кто-то Им Задает вопрос А что Быстрее выйдет Типа Death Stranding Или Сиберпанк И аккаунт Сиберпанка Отвечает Half-Life 3 В общем С юмором Ребята Ну то есть Они реально Видимо Нормально В СММ Вкладываются Не просто Там постят Ролики Трейлеры И Какими-то Зомби Словами Рассказывают Об игре Они реально Общаются Ну знаешь Вот это У нас Пять видов Нового оружия Запишитесь На эту Нового Эксайта Да И так далее Ну что ж Как думаете Все они такие Проекты сторонние Делают ради денег Или все-таки Львина Делает на Хороший Суперпроект Ребята Как думаете Все делают Ради денег Конечно Все делают Ради денег Мы об этом В подкасте Говорили Мы подкаст Записываем Ради денег Да Если бы В CD Projekt Не было бы денег От Ведьмака Продаж Они бы не смогли Сделать такой Сайберпанк Потому что они бы пошли Помер И говорят Чуваки Мы вообще-то талантливые От Гвинта Кстати говоря Я думаю Что Гвинт Одноклеточный Абсолютно Незамысловат Карточный Гвинт Он очень много Очень серьезно На CD Projekt Короче деньги Конечно важны Но слушайте Есть художники Которым нужен Миллион долларов А есть как Джеймс Кэмерон В кино Которому нужно На фильм 300 Но он не умеет Снимать по-другому Ему нужно Такое Ну и он заслужил Свои 300 Ну да Поэтому конечно Все деньги Но в этом ничего плохого нет Ну да Я согласен Но мне Я прям Ну у меня душа радует Я смотрю на Вот этот творческий Технический рост Сити Проджект И прям Я прям Не спит У него какой-то Город Да они вообще Как-то знаешь Они как-то Вот Они такое ощущение Что реально Всех шатали То есть У них Они Как-то Как это сказать Они Себя Равняют Пытаются Да Равнять Не на какие-то Талантливые Хорошие Студии Типа даже Условные Машингеймс Да Или там Что-то А на какую-то Прям супер Тупер На Бетест На то же самое Да На Рокстар На Рокстар Да То есть На самые-самые У них очень хорошие Примеры И они Как-то Очень быстро Учатся Хотя Надо сказать Что и денег И сил Они потратили На первые Две части Ведьмака Ну Сами понимаете Немало И Ни та Ни другая Игра Они не были Юж Секс Даже Твиттер Деосекс Хвалит Новый Киберфонг И что им Остается Даже Твиттер Деосекс Слушайте Деосекс Мне кажется Потерял позиции Очень сильно Нет Сейчас такие люди Наверное Они делают Новый Деосекс И такие Сейчас Ю Прямо Как это Как Сквей Реникс Кстати говоря Нет Знаешь Просто Они Собирают Деньги Меняют Телефон Разработчики И уже Другую Страну Да Деосекс Это же Сквей Реникс Правильно Да И ты вспомни Как Сквей Реникс Они значит Очень хорошо Выступили С Деосекс Human Revolution А у них В планах Была Игра С Ив Которая Была Через Четверку Извините Он же Хуевый И он Был Очень Хуевый И он Вышел После Дезонорда То есть Я полагаю Что если Они сейчас Деосекс То они Могут Попасть В еще Больший Просаг Еще Более Такой Знаешь Каким Бывает Просаг Более Такой Глубокий Просаг Так что Туда Попадаешь И потом Не хочешь Оттуда Я видел Не можешь Оттуда Выбраться Из этого Просака Приходится Закрывать Студики Клим Лежит Потому что Несколько Одновременно Выходит Крутых Игр И ты Со своим Говном Влет Кстати По поводу CD Projekt И Ведьмака Еще Закончим Тему Короче Пока я Ждал Очереди На Call of Duty Мы разговорились С нашим Пиарщиком По Call of Duty В России С Никитом Да С Никитом И он Рассказывал Что он Общался С чуваками CD Projekt Которые Здесь приехали И они Рассказывали Что у них В стране Сейчас просто Бум Компьютерных игр Потому что Когда CD Projekt Выпустила Где В Польше Когда CD Projekt Выпустила Ведьмака И когда они Начали просто Собирать одну Награду за другой Продавать 5 миллионов 10 миллионов 15 миллионов Польское Правительство Быстро Подсуетилось И сделало Дотационную Эту отрасль Теперь Для того Чтобы создавать Компьютерные игры Ты можешь Получить От правительства Субсидий Да Но Это была новость Я помню Это была новость Когда они Реально с Ведьмаком Может быть через год Ну и это произошло Благодаря Мне кажется Ведьмаку Ну это очень здорово Это очень Радует Мне кажется Когда правительство Участвует в этом Они пытаются запрещать Понимаешь Ты смотри Это вообще Ворп оф арт Просто Реально Ты такого не видел Нигде Андрей Давай вечный Пора к пшекам ехать Давно пора Что вы думаете О презентации Нинтендо Петр Слушайте Мне настолько Как идея Грангфайтерс И Smash Bros Ой-ой-ой Очень плохая идея Всех вырвет Просто сразу же Смотрите Я просто кратко Объясню Для меня Нинтендо Свич Это новая консоль И я сейчас Ну несмотря на то Что у меня Как у многих Моих ровесников В детстве Была Дэнди И все остальное К другу И уходил играть Супер Нинтендо И прочее Для меня Это абсолютно Новая консоль На которой Куча непонятного То есть Вот как если Просто взять С улицы Бабушку Подарить ей Плейстейшн 4 И сказать Смотри Какая библиотека Играй во все Вот я буду Она будет себя чувствовать Прямо так же Как я сейчас По отношению К Нинтендо У меня На Нинтендо Свич Меня интересует Там типа Три игры Одна выходит завтра Вторая через полгода Треть через год И вот примерно Такие у меня Я вернулся Знаете В детство Какое-то даже Благодаря всему этому Потому что На Нинтендо Свич Я вот не потребляю Таких объемов И нет ощущения Что ты За кем-то Опаздываешь Вот Поэтому Сама презентация Была конечно Адская довольно Ну в их стиле А вот на стенде У них Мне понравился Марио Теннис Новый Мне понравился Оверкук 2 Об этом говорили В начале стрима И мне не понравился Я поиграл в этот Стар Старлинг Старлинг Юбисофтовский Полное фуфло Реально Ребята Ну это какая-то Такая Прям Одноклеточная игра Простейшая С красивой Третью Ну серьезно Это какой-то Инкаминг Типа там Из 2000 года Или там Терминал Велосити Я в это Наигрался Очень давно Еще До появления У меня ПК Поэтому Сорян Вот Но я честно Отстоял возле Демо-юнита Все показы И Даже пригласил Значит Встретился С сотрудником Российского офиса Вот Пригласил их На ужин Здоровый Зеленый ужин Вот И В общем Был таков Ясно Молодцы Вот Что там Падала трансляция Что ли Что-то Прискакнул Счетчик Зрителям Непонятно Ну в общем Да Сегодня Я смотрел Нинтендо И Общался С Хайнцем И сейчас Очень хочется Дернуть Отсюда Для того Чтобы оказаться В Нашем Номере И там Дикчайше Смонтировать Подкаст Молодец Поучаствовать Поучаствовать В записи Подкаст Потому что У нас Вот Вышел Выпуск Где мы Втроем У нас Выйдет Сегодня Выпуск Где мы Снова Втроем Сначала Вообще Вдвоем И В следующий Выпуск Мы уже Вставим Интервью Хайнца И Речь Наших Друзей Которые Сейчас Где-то Работают Ну все Пацаны Давайте Мы поедем Чтобы подкаст Вы получили Пораньше Чем Надо Поэтому Спасибо Е3 Спасибо И так далее Да В общем Мы про все еще Расскажем Подписывайтесь На подкаст И так далее Если будут Какие-то вопросы Мы точно Вам там На них Ответим Пока Все